Следующее. Аль-Ихсану, кабляль-баян. Это проявление доброты, прежде чем говорить об исламе. Человек, которого ты хочешь призвать в ислам, ты должен это делать из чувства сострадания, желания добра этому человеку, из чувства человеческой любви к нему. Это тебя, вот это должно от тебя исходить. Ведь это должен прочувствовать тот человек, которого ты призываешь в ислам. Если этого не будет, твои красивые речи никакой пользы не принесут. Поэтому ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, он был милосердием, милостью. Аллах говорит, Я не спаслал тебя, кроме как милостью для миров. Потому что человеческая душа, ей свойственно любить того, кто добр к нему. Любая душа склоняется к доброте. Даже если мы узнаем о том, что некий человек, которого мы в жизни не увидим, он совершил такое благо, не видя его на лицо, не зная его на лицо, мы влюбляемся в этого человека. Точно так же вы должны, как говорится, располагать сердца людей к себе, а не отталкивать их. Когда вы к себе их души, их сердца располагаете своим примером, своей добротой, своей мягкостью, доброжелательностью, то тогда говорить много не придется. Они придут в ислам. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, послал однажды отряд в сторону Нежда. И этот отряд привел в плен человека из Бану-Ханифа. Его звали Фумама ибн Атхаль. А Фумама был человеком, который причинил очень много вреда посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Злейшим его врагом был. И приводя этого пленника, он был привязан к одному из столбов из мечети пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, подходит к нему. Человек, который причинил очень много боли, очень много вреда посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха к нему подходит. «Что у тебя есть, о, Фумама?» говорит посланник Аллаха. Посланник Аллаха не бросается на него, не вмещает злобу. Он говорит, что у тебя есть, о, Фумама? Он говорит посланнику Аллаха. «Ин туньим, туньим аля шакирин». Если ты помилуешь, помилуешь благодарного. А если же, говорит, а если ты убьешь меня, то убьешь тоже заслуженно. То есть, если убьешь меня, то заслуженно. Если помилуешь, то помилуешь благодарного. Говорит враг пророку Саламу Азуа. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, оставляет его. В следующий день подходит к нему посланник Аллаха и говорит, что у тебя, о, Фумама? Фумама повторяет ему те же слова. Посмотрите. Второй день. И в третий день посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, подходит к нему и говорит, «Ма индака я, Фумама?» Он говорит, «Инди има культуху ляка?» «У меня то, что я уже вам сказал, о, Мухаммад». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, «Отликул Фумама, отпустите Фумама». «Просто отпустите», говорит его. Человек, который заслужил казни, заслужил смерть. «Отпустите», – говорит его посланник Аллаху алейхи васаляма. И он отошел к пальме рядом с мечетью пророка, саллиллаху алейхи васаляма. Принял гусль и пришел к посланнику Аллаха и говорит, «Ашхаду, а ла иллаха, илла Аллаха, и ашхаду, а на Мухаммад ар-Расулуллах». Принял шахаду. «Я, Мухаммад», – говорит он, «Валлахи ма кана аля ваджиил арзи, абхаду илляйя мин ваджхика». О, посланник Аллаха. На поверхности земли не было лица, ненавистнее мане, чем твое лицо. Поистину, твое лицо стало самым приятным лицом для меня. Валлахи ма кана мин дейнин абхаду илляйя мин дейника. Валлахи, не было религии более ненавистной, чем твое религия. Сегодня твое религия стала самой дорогой религией для меня. Валлахи ма кана баладун абхаду илляйя мин баладика. Валлахи, не было города более ненавистного, неприятного, чем этот твой город. Но, однако, нет места более дорогого мне, чем твой город. Твой отряд меня пленил, схватил, говорит. Когда я хотел совершить умра, отправлялся на умра, что ты мне скажешь, что мне сделать? Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма, говорит. Иди и делай умру, потому что умра, у язычников тоже была своя умра. Они посещали Кааба, ходили туда. То есть, когда же он пришел в Мекку, а Мекка в это время была у язычников, Кааба там находилась. Они ему сказали, ты что, заблудился? Они считали принявших ислам заблудшими. Он говорит, валлахи, ля валлахи. Нет, говорит, валлахи. Валякин аслямту маа Мухаммадин Расули ля. Но я принял ислам вместе с Мухаммадом, посланником Аллаха. Валлахи, говорит, он язычником, потому что он находил, он был из Ямама, а оттуда шла пшеница в Мекку. Валлахи, говорит, он им семя пшеницы до вас не дойдет, пока не позволит мне это сделать Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха разве ему прочитал лекцию, выступил перед ним? Нет, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, у него не было презрения. Он почувствовал к себе любовь, теплоту души посланника Аллаха, широту его сердца. Этот человек это почувствовал, и посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи, из-за его великой души, его прощения. Следующее, оттаргибу, кабляттаргиб. Призывать людей, сначала, когда людей призывают в ислам, людей нельзя пугать. Людям нельзя рассказывать, если вы это не сделаете, вы там в аду где-то будете висеть таким-то образом, вам с вами там это будет, то будет. Так нельзя людей призывать в ислам. Таргиб, таргиб это что? Это побуждение. Это вызвать мотивацию в человеке, прибодрить его, сделать так, чтобы ему стало приятно это делать. Это должно быть прежде всего. Прежде чем рассказывать ему, что его ожидает за то, что он намаз не сделал, хорошенько расскажите пользу намаза. Сколько благ в нем есть, и что будет ему. Ахираза это. Также про пост, о других вещах. Разве для этого нужно быть докторами наук? Нет, не нужно. Хатым Ат-А'и прерассказывает о себе и говорит, «Мамин Раджулин, не было, говорит, человека более злобного, презирающего посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, чем я. Я был, говорит, правителем среди моего народа. Я встретил посланника Аллаха, и он мне сказал, «Ты, наверное, не хочешь принимать эту религию, видя нужду этих мусульман». Ведь тогда первые мусульмане, они были бедными. Бедными людьми. Ислам не встал благодаря богатству каких-то асхабов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Он распространился, он поднялся благодаря сердцам, уверовавшим и полюбившим Аллаха и полюбившим пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А он же, ведь, Адий, он же правитель. К чему он привык? Посланник Аллаха ему говорит, «Ты, наверное, не хочешь принимать ислам и в наши ряды, видя нужду моих последователей». И посланник Аллаха говорит, «Валлахи говорит, мирское богатство, посыпется на них, говорит посланник Аллаха, что уже не будет желающих взять это мирское богатство». Такое состояние будет у ислама. «А может быть, тебя пугает, что у этих мусульман очень много врагов, и это тебя удерживает от прихода в ислам», сказал, говорит он мне. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, далее ему сказал, «Думаешь, наверное, за Мухаммадом идут слабые люди?» И он говорит ему, «Фаваллахи, говорит, наступит время, когда женщина сможет выйти верхом на своей верблюдице из Каадисии до этого байта, до Каабы, ля тахафу абадан ахадан илля Аллах, и при этом не боясь никого, кроме Аллаха». То есть наступит такое время, в котором будет такая безопасность. «Ты не сомневайся в этом», говорит он мне сказал. «Дальше он меня спросил, наверное, тебя отталкивает то, что ты видишь у других, у врагов ислама, власть и богатство, царство. «Ва аймуллахи лаюшиканна антасмаабил кусурил билы фи арзи бабил». «Футихат аляхиму Аллахи» Наступит время, когда ты услышишь, что дворцы Вавилона открылись для мусульман. И Ади говорит, «Як, говорит, когда все это услышал, я принял ислам». Почему пророк, салаллаху алейкумсаляму, так сделал? Он знал, нужно чувствовать слабость людей. Нельзя пугать людей ислама. Нужно их призывать и показывать мягкость, легкость этой религии, благо этой религии. И тогда, говорит, «Я принял ислам», говорит Ади ибн Хатин. Следующее – это облегчение, а не усложнение. Невежественные люди часто, мы слышим, как они усложняют эту религию. Человеку это нельзя, то нельзя, от этого это нарушается, то нарушается. Вы загружаете таким образом всякой ненужной информации человека неподготовленного и отпугиваете вы его. Ему покажите, как легко соблюдать эту религию. До этого немного знания нужно, поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейкумсаляму, сказал «Яссиру, валя туассиру, вабаширу, валя тунаффиру». Вы облегчайте, не усложняйте. Вы подавайте надежды, говорит, а не отгоняйте, говорит посланник Аллаха, салаллаху алейкумсаляму. И ибн Мас'уд, рады и Аллаху анху, говорит, что посланник Аллаха, салаллаху алейкумсаляму, посланник Аллаха, проповеди нам читал изредка, периодически, боясь навязчивости, боясь, что это надоест. Так посланник Аллаха, салаллаху алейкумсаляму, поступал. Посланник Аллаха, салаллаху алейкумсаляму, увидел однажды старца, которого несли на плечах двое его сыновей. Посланник Аллаха спросил, что с этим человеком? Говорят, он сделал надру, взял на себя обязательство пойти пешком к Кабе, то есть на Умра. Посланник Аллаха говорит, инна Аллаха антаавиби хаданафсаху лаганийун, ваамараху аньяркаба. Аллах говорит, очень независим, и он достаточен, самодостаточен, настолько, что он не нуждается в мучениях этого человека. Пожалуйста, пересядь на животное и на нем отправляйся, сказал ему посланник Аллаха, салаллаху алейкумсаляму. Поэтому в этой религии, эта религия легкая религия, вы знаете, сколько здесь есть рухасов. В сафари будешь, целый день ты можешь себе освободить, сделав джамм, Месяц Рамадан и так далее. Поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейкумсаляму сказал, делайте то, что вам под силу. Всевышний Аллах неутомим, говорит, пока выутомимы, то есть вы переутомляете себя, говорит. Имам Али, каррамаллаху аджиаху, сказал, «Инна лилляхи итбалян ва итбаран, фа иза атбалят фахмилюха алян навафили». У каждой души бывают эмоции, то есть бывают порывы, которым она может, хочет сделать что-то побольше. Тогда заставляйте ее делать добровольные поступки. А когда она сопротивляется, то хотя бы ограничивайтесь на обязательных поступках. Имам Али, каррамаллаху аджиаху, так сказал. И следующая основа – это быть воспитателями, а не упрекателями, упрекающими. Почему ты так сделал среди окружения, среди близких? Бывают люди, которые не хотят тебя слышать. Никогда не упрекай этого человека. Время его не дошло. Значит, не сегодня, значит, ты не думаешь, что вот почему он меня не послушал, и тебя шайтан толкает, на гнев. Здесь это не искренний порыв. Искренний порыв – это значит, Аллах не раскрыл его душу, не раскрыл его сердце. Не надо переходить на грубый тон, не надо его упрекать наоборот. Проявляйте терпение, даже если он будет с вами груб. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, всегда ходил навстречу слабостям души. Умар, радия Аллаху анху, посмотрите, хатеб ибн Абибальта'а был такой сподвижник, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и он, когда посланник Аллаха с войсками был готов, уже собрался, собрал войско для нападения на Мекку, этот хатеб нашел одну женщину и отправил записку к ним, что Мухаммад со своим войском готовится к нападению на вас, будьте готовы. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, через откровение узнал об этом письме. Поймали эту женщину, которая в косичках несла эту записку, этот донос, и они вытащили у нее эту записку и узнали, кто это сделал. Это хатеб ибн Абибальта'а, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, к нему привели его, хатеба. Посмотрите, это госизмена по меркам. Это грех, это поступок, который не прощается. Он что делает? Он говорит о том, что готовится на вас нападение. И Умар, ради Аллаху алейху, сразу замечет и говорит, дайте мне, я отрублю голову этому человеку. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, нет Умар, он участвовал в битве в Бадре. «Возможно, Аллах простил Ахлю Бадра, Бадриюнам, то есть всем, кто в Бадре участвовал, Аллах, наверное, Аллах, возможно, простил им все и будущее, не трогая его, говорит посланник Аллаха, и посланник Аллаха хочет от Хатеба объяснение. И он ему говорит, посмотрел он на него и дал ему объясниться. Хатеб говорит, что тебе, посланник Аллаха говорит, что заставило тебя это сделать, о Хатеб? Хатеб отвечает, «Я Расул Аллахи, не торопитесь наказывать меня». Я был, говорит, человеком, который примкнул к Курешитам, не родом из Курешитов, я к ним примкнувший, говорит. И у меня, говорит, я не был из самых передовых типов родов Курешитов. «У всех, кто с вами, о Мухаммад, из мухаджиров, у них есть родня в Мекке. И эта родня оберегает их имущество там. У меня нет там человека, который бы присмотрел за моим благосостоянием, которое осталось в Мекке. И я захотел, говорит, чтобы таким образом те люди, у которых мое имущество, чтобы мое имущество сохранилось, представляете? И однако я знал, говорит, что мое письмо к ним не даст им преимущества и никакой победы. Это тоже я знал, говорит посланник Аллаха. Поэтому, говорю, я ради этого сделал, говорит, но все равно же, любой другой бы, наверное, воспринял бы это как за предательство и измену и убил бы этого с подвижника, этого человека. Нет, посланник Аллаха саллиллаху алейхи и саллима говорит, и он говорит, «Валлахи, я посланник Аллаха, я этот поступок не совершил, не от куфра и не от риддата, а сделал это вот из таких вот соображений». Тогда посланник Аллаха Умару сказал, «Оставь его». И посмотрел он на асхабов и сказал, «Саддыкуху вала такулю фихи илля хайра». «Поверьте ему и не говорите о нем ничего плохого», сказал посланник Аллаха саллиллаху алейхи и саллим. А теперь посмотрите на тех, на некоторых мусульман, которые показывали всему миру пример. Какой пример показывали? Кровожадности, обвинения налево-направо в риддате, кого попало. Только за то, что этот человек где-то стоит, автомобильное движение регулирует его, объявляли предателем, проливали кровь. И где посланник Аллаха саллиллаху алейхи и саллим? Вот что такое ислам. Поэтому вот эти основы, это то, что на чём должны двигаться наши чувства, наш дахват, наш призыв. Дай Аллах то, чтобы каждый из вас стал примером для остальных, для поколений, для молодых, для родственников, для своих детей. Потому что нельзя воспитать детей, пока дети не увидят в тебе пример. Да поможет нам Всевышний Аллах. Ва-саляму алейкум ва-рахмату Аллахи ва-баракату. Продолжение следует...